Сейчас я, ребята, расскажу вам кое-какую ужасную историю про моих муравьев, но муравьи слишком умные. Они построили такую высокую гору из песка, что песок прилип к антипобегу. Уже хочется расширить пространство и переехать. Для этого сбоку арены есть вот такая вот штучка. Привет, я Аня, и ты на моем канале о питомцах Major Family. И сегодня, ребята, по вашим просьбам я наконец-то покажу и расскажу, что стало с моими муравьями. А ты подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики о разных моих питомцах. И поехали! На этом канале Magic Family я постоянно устраиваю стримы в помощь бездомным животным, собакам и кошкам. И вот на наш канал помощи Magic Family Help я вчера сняла свое первое видео. Так что ссылочку на него я оставлю внизу, сходите и посмотрите. А на моем личном канале Animagic сегодня тоже вышло видео. Испугался, проиграл. Что же случилось с фармикарием и муравьями за 300 дней? А это очень большой срок, целых 10 месяцев. А вы ставьте лайк, если тоже, как и я, любите животных. И обязательно напишите там внизу в комментариях, про каких животных вы бы хотели еще видео. Итак, вот он мой фармикарий 300 дней назад. Я делала видеораспаковку муравьиной фермы и заселяла первых муравьишек из пробирки. Их было так мало, фармикарий был практически пустой. И вот они потихоньку начали размножаться. Муравьи, по-моему, самые простые в уходе питомцы. От меня требовалось всего лишь прибирать арену от мусора, который они сами выносят из дома и складывают в уголки. Иногда подливать воду в отсек для воды, насыпать им немного корма. Они складывают его в свое хранилище и едят очень долго. У меня муравьи жнецы, и они питаются всякими злаками. Так что я давала им немного сладенького, но также можно им давать и белок иногда. Я даже снимала видео, как они ели вареное яйцо под микроскопом. Они очень любят вареную курицу и яйца. Через некоторое время я сняла видео, как часть колонии просто погибла. И потом узнала, что это всего лишь старые муравьи, которых умные живые муравьишки снесли в мусорку на арене. И вот он мой формикарий 300 дней спустя, ребята. Сейчас муравьи могут немножко начать нервничать, потому что они не любят цвет. И чем темнее в формикарии, тем для них лучше. Посмотрите, как разрослась колония. Как их там много! Это же просто нереально, вспоминая, что было 300 дней назад. Как изменился цвет гипса, он просто практически стал коричневым. Как вы помните, я снимала видео, что когда им стало тесно вот в этой части формикария, я открыла вот эту дверцу и они начали переселяться уже сюда. Когда муравьям комфортно в их условиях, они очень хорошо размножаются. И вот если раньше они откладывали яйца только в одном каком-то помещении, и няньки сидели с личинками, то сейчас у них личинки просто везде. Вот тут, тут и тут, а здесь вообще все помещение заполнено детками муравьев. Специальные муравьи, которых называют няньками, заботятся об этих личинках. Они их кормят и оберегают. Вот еще одна комната, которая полностью занята личинками. Они, кстати, стали уже гораздо крупнее, чем раньше. То есть муравьев стало очень-очень много, и они начали занимать постепенно все новые и новые территории формикария. Ну вот, например, вот эти две комнаты, а также вот эти два дальних помещения, они еще не заняли полностью и не освоили их. А это значит, что пока что им еще хватает места. Кстати, ребята, подписывайтесь на наш инстаграм, там я постоянно рассказываю о своих животных, что-нибудь, чего нет на канале. Сейчас я, ребята, расскажу вам кое-какую ужасную историю про моих муравьев, и мы посмотрим, что эти мелкие сделали со своей ареной. Вот эту вот часть формикария называют именно ареной. И на нее муравьи выходят через вот этот вот выход. Сюда как раз насыпается еда, когда она у них заканчивается. Хотя, может быть, ребятам уже и не хватает места, ведь раньше у них склад с едой был вот здесь. А теперь эти умники вынесли всю свою еду на арену, вот туда вот в уголочек, и вот здесь вот у них лежит. То есть они перенесли склад из муравейника на арену, поэтому освободили здесь все от песка. То есть изначально песок на арене был разложен равномерно, но они сделали из него вот здесь огромную гору. У арены есть специальная крышечка. Можно закрыть формикарий, но тогда неудобно наблюдать за муравьями. Поэтому можно помазать здесь все по краю антипобегом, и они не смогут выходить за пределы. За 300 дней я промазывала арену антипобегом всего два раза. Первый раз, когда заселила муравьев, и второй раз, когда я забыла уже, что антипобег может перестать действовать, мне сказали, что антипобег работает где-то 4 месяца, но я не мазала им арену около 8 месяцев. И он продолжал работать, но муравьи слишком умные. Они построили такую высокую гору из песка, что песок прилип к антипобегу, и они просто его обошли, пройдя по песку. Часть муравьев совершила побег, они реально сбежали. И стали бегать вокруг по столу и изучать территорию. Но самый прикол весь в том, муравьи не могут бросить свой муравейник, и они все равно туда возвращаются. То есть они могут пойти на поиски еды, на изучение нового пространства, но все равно они все потихонечку туда-сюда возвращались. Я обновила везде антипобег, но чтобы их не наказывать и не закрывать крышкой, я просто уменьшила эту горку так, чтобы они не могли залазить. И судя по тому, что они перенесли сквозь склад на арену, везде сделали детские, а песок с арены снесли в один угол, им правда уже хочется расширить пространство и переехать. Для этого сбоку арены есть вот такая вот штучка, которая открывается, и туда вставляется трубочка, при помощи которой можно расширять пространство. Хотя при этом у них есть как минимум раз, два, три неосвоенных территории. Ребят, если вы хотите, чтобы я снова сняла муравьев под микроскопом, напишите, что вы хотите увидеть. Может быть, как они нянчатся с детьми, или как они что-нибудь едят, какой-нибудь эксперимент. В общем, придумывайте свои гениальные идеи и пишите в комментариях. Так что муравейник растет и развивается, и, возможно, мне даже придется увеличивать фармикарий. А вы подписывайтесь на мой канал, на канал моих собак-блогеров, на мои лайв-каналы, и скоро увидимся в новых роликах. Пока!